Мы едем по Приморью Здравствуйте, телепутешественники! Пора и спортивным туризмом заняться. Например, водным. Он, кстати, хорошо развит во многих регионах России, таких как Алтай, Архангельская и Мурманской области. Сегодня в рубрике «По Приморью не поедем, а поплывем». Правда, недалеко. Для того, чтобы преодолевать серьезные препятствия на горных реках, необходимо хорошенечко потренироваться. Чем мы сейчас и займемся. Для новичков подойдут реки первой или второй категории, то есть широкие и несложные. К ним относится и наша, река Раздольная. В верхуях она имеет горный характер, а уже выходя на территорию России и протекая по равненной территории, она имеет типичный равненный характер. Ширина русла в среднем составляет около 100-150 метров, в нижнем течении до 200 метров. Рассказывать о премудростях сплава нам будут спортсмены клуба «Усури» лицея номер 16. На примере двухместного катамарана. Итак, одежда. Спасательный жилет, каска, неопреновые ботинки и неопреновый гидрокостюм. Неопрен имеет такое свойство – набирать в себя воду. Она нагревается от тела и, получается, она греет. Еще совет. Чтобы не замерзнуть, пейте побольше воды. Итак, приступим к тренировке. Отрегулировали пояса безопасности, сделали зарядку. Отрабатываем прямой грибок. Плывем вверх по течению. Подруливающий и дугообразный грибок нужен для разворота. Тут главное, чтобы экипаж чувствовал себя единым целым. Работал жестче, не гладив воду. Экстремальное упражнение – переворот катамарана. Один находится в упоре, а второй поднимает лодку. К берегу причаливать надо боком. На суше репетируем спасательную работу с помощью морковки – мешка с веревкой. Проверим и меня в деле. Ой, ну у меня получилось довольно неплохо. Все-таки для такого вида спорта, да, или отдыха, нужно уметь хорошо владеть своим телом и быстро реагировать, согласитесь. Ну и, конечно, долгие упорные годы тренировок. Сергей в водном спорте 17 лет. Трасса четвертой категории сложности с водопадами, порогами и прочими опасностями ему по плечу. Ведь первый спортивный разряд по водному туризму уже в кармане. На радость жене и детям. Ребенок мой, старшая дочка занимается. И сейчас, соответственно, еще у меня мальчишка подрастает, еще, правда, года нет. Но я в будущем его, соответственно, тоже к этому виду спорта приобщу. Кстати, информация для заинтересованных. На реке Шкотовке еще с середины апреля открылся водный сезон. Перенество края Приморского по водному туризму Монгоморью и Каякингу проходит на реке Тегровая, которая будет 1, 2, 3 мая. И перенество дальносточного региона по водному многоборью, который традиционно проходит уже 20-й год, будет на реке Кема. Тернецкий район, Приморский район. Украинский спортсмен Александр Лялька установил мировой рекорд. Прошел в Индийском океане 1500 километров за 8 дней на одиночной байдарке. Мы пока на подобные рекорды не претендуем. Ребятам желаем победы на соревнованиях, а вам, телезрители, позитивного отдыха. Мы едем по Приморью.